Всемички Лёва! Для времени любого! Спрашивайте в магазинах города! Театральный сезон официально закрыт, но в Шадринске состоялась премьера еще одного спектакля «Звездный час по местному времени». Режиссер постановки Петр Незлученко, хорошо известный шадринскому зрителю по спектаклям «Женитьба.ком» по пьесам Николая Васильевича Гоголя и «Королева красоты» Мартина Макдонаха. По сюжету нового спектакля, жизнь маленького провинциального городка, находящегося где-то в самом захолустье, кардинально меняет сообщение одного из местных о том, что он собирается уехать далеко-далеко, на другой конец страны, к другу. Это заявление буквально взрывает серую и унылую жизнь обитателей города. Теперь главный герой – их надежда на то, что свободный от рутины рай все же где-то существует. Недаром одним из эпиграфов к постановке стала фраза «Каждый из нас когда-нибудь мечтал, вот уеду далеко-далеко, и все изменится». К слову, возможно и хорошо, что спектакль вышел не в рамках официального сезона. Он явно отличается от всего того, что театралы видели в течение года. Кстати, даже его жанр не определён. «Ему правда сложно подобрать, нельзя написать жанр «жизнь». Если нужно конкретное определение, комедия это или драма, то здесь есть всего помаленьку, как в нашей жизни, и поэтому как-то сложно вот так его определить однозначно. Поэтому, если нет чёткого определения, пусть его лучше и не будет». А чтобы усилить ощущение того, что в этом спектакле всё как в жизни, были изготовлены соответствующие декорации. «Да-да, здесь всё железо у нас, профнастил настоящий, фанера, жесть, трубы, камни. Вышка почти настоящая даже». Создатель декораций – художник-постановщик из Санкт-Петербурга Надежда Осипова. С режиссёром они уже давно сработались и понимают друг друга с полуслова, благодаря чему и родилось такое пространство. К слову, особенно входящих в зал интересовал щебень, высыпанный прямо на сцену. «Долго ждали, когда наконец можем это попробовать, чтобы звук, фактура, визуально звук, когда по ней ходят. Непривычно было сразу, особенно Ване, который там даже в носках, по острым камням. Актёры себя не жалеют, они хоть по угле горящему будут ходить. Это всегда так. Поранятся, травмируют себя, но порвут жилы и дойдут до конца». По словам режиссёра, идея поставить именно этот спектакль появилась около года назад. Но по разным причинам это постоянно откладывалось, как выяснилось, и к лучшему. Потому что за это время сформировалась труппа, идеально подходящая для этой постановки. «Я работал с одними артистами, да, спустя два года, я вижу, что здесь другая труппа, и когда познакомился с новой, мне показалось, на эту труппу именно можно поставить вот этот спектакль, что он расходится очень хорошо. Не выбираю сначала пьесу, а потом подгоняю артистов под ней. Я пьесу знал, да, то есть она у меня была в багаже где-то, лежала в багажничке. А когда посмотрел на обновлённый состав труппы, оно сразу же всё располагалось по местам». Невозможно оставить без внимания и музыкально-звуковое оформление спектакля. Его создатели использовали песни группы «Ночные снайперы», которые не только гармонично вписались в канву повествования, но и значительно дополнили его. «Эти песни мне тоже показались очень нашими. про нас. Несмотря на то, что группа питерская, про наши такие вот города небольшие, где про людей забывают, да и про города целые забывают. Какие же наши сиров откуда я, Шадринск». Пётр Незлученко, по его словам, не любит объяснять смысл своих произведений. А также то, что и для чего было сделано. Как он говорит, его язык там, на сцене. А если произнести некоторые вещи вслух, магия может пропасть. «Я не сторонник понятного, я сторонник ощущаемого. Я хочу, чтобы не здесь в основном анализ шёл, а вот здесь». И без сомнений так и произойдёт. С уверенностью можно сказать одно. Даже если не все и не всё поймут сразу, после и во время просмотра спектакля «Звёздный час» по местному времени, точно будет о чём подумать.